Сегодня у нас очередное занятие, присаживайтесь. Тема занятия – методы государственного антикризисного регулирования. Давайте начнем с того, что помним, определим некоторые понятия, которые будем использовать в нашем занятии. В экономике, в экономической теории различают управление и регулирование. То и другое – такие абстрактные категории, которые свойственны для многих систем. Но с них надо начинать, потому что без понимания этих первых простых занятий нам двигаться дальше нельзя. Пластическое определение управления. Управление – это процесс подчинения движения объекта целям и задачам субъекта. То есть есть некоторый объект, то, на что направлено действие субъекта управления. И субъект – это, может быть, лица или организация, которые воздействуют на этот объект управления. И тем самым, здравствуйте, осуществляется процесс движения, то есть процесс управления. А те средства, при помощи которых субъект воздействует на объект управления, в экономической теории получили название «методы управления». Еще раз, методы управления – это средства подчинения движения объекта целям и задачам субъекта. Но поскольку речь идет, и мы понимаем, скажем, экономику как нечто развивающееся, то в развитии надо всегда обнаруживать, выявлять прогрессивные и негативные тенденции. И методы управления не являются произвольными. Нельзя выбирать вне управления или использовать, как нам захочется, как заблагорассудится. Они определяются, в первую очередь, природой экономики. То есть, если перед нами товарно-капиталистическая экономика, то и присущи одни методы управления. Если, скажем, непосредственно общественное производство, то ему присущи другие определенные методы управления. То от управления надо отличать регулирование. Есть такая категория в экономике, более широкая по отношению к управлению. Вообще, регулирование в наиболее абстрактном понятии – это некоторое упорядочивание или процесс упорядочивания, который осуществляется, скажем так, стихийно, на основе внутренних каких-то законодательностей, без управления. Поэтому, когда рассматривают капиталистическое товарное производство или капитализм, то больше используют термин «регулирование». И это связано с тем, надо посмотреть на некое развитие капиталистической экономики. Перспективный взгляд, давайте пройдемся. Капитализм, когда он встал на ноги или, скажем так, взрывался из товарного производства, получил название, первое, скажем так, этапы развития капитализма – это капитализм свободной конкуренции. Для этого названия есть, так сказать, публики экономические корни и обоснования. То есть, как осуществлялось его развитие и движение, то есть регулирование этой экономики. В основе внутренне присущих экономических законов. Прежде всего, основного экономического закона капитализма – это стоимость. На поверхности экономических явлений это выражалось или проявлялось в игре, так называемой игре, спроса предложения. В упрощенном виде это было приблизительно так. Стоялисты выпускали на предприятиях капиталистических определенную продукцию, в которой был затрачен определенный труд, стоимость они имели, денежное выражение стоимости, цена, и с определенной ценой эти товары, продукты, так сказать, капиталистического товарного производства, являются товарами. Эти товары сносились на рынок. И осуществлялась покупка-продажа. Если, скажем, товар, скажем, не покупался, то цена пускалась. Или, наоборот, уменьшался выпуск этих товаров. Если, наоборот, спрос был большой, спрос рос, то, скажем, выпуск товаров увеличился. Таким образом осуществлялось стихийное регулирование соответствия спроса и предложения. Но капитализм в силу внутренней, присущих ему экономических законов, ставил на месте. Он тот, так же, как и любая общественно-экономическая формация, развивался. Затем он из капитализма свободной конкуренции стал перерастать, переходил в некоторую другую стадию. А именно это было связано прежде всего с тем, что вот этой объективной игре спроса и предложения, точнее, игре спроса и предложения, которая, так сказать, основана на основе закона стоимости, то есть капиталистической экономики, присуща прежде всего, в первую очередь, экономические кризисы. Экономические кризисы, они объективно сидят внутри капиталистической экономики. Вот с одной стороны, чтобы как-то уйти от этих кризисов, капитализм или капиталисты стали переходить от выпуска товаров на неизвестный свободный рынок к выпуску товаров под заказ. Но с другой стороны, шел объективный экономический процесс концентрации и централизации производства. Концентрация – это укрупнение производства, когда, если попроще говорить, концентрация – это когда капитал увеличивается. За счет, скажем, строительства нового завода, нового цеха капитал увеличивается. А централизация – это объединение одних капиталов, разных капиталов, разных капиталистов в один капитал. То есть в результате свободной конкуренции кто-то разорялся, кто-то, наоборот, богател. Происходил процесс концентрации и централизации производства. И вот эти связи, связи, они между капиталистами, они изменялись. То есть с одной стороны, тут числялся повсеместный переход от работы на неизвестный свободный рынок к работе на заказ. Заказ – это еще продукция не произведена, а в голове, в планах она уже сделана. С другой стороны, в рамках стильного капиталистического производства и товарные отношения, ну, стоимостные отношения, на их место приходило планомерное производство. То есть в рамках фабрики, в рамках одной фабрики, действует планомерность. То есть вот вывод, если подытожим, капитализм, по мере своего развития, уходя от кризисов, он уходит от своей основы, именно закона стоимости. Там и игры рыночные. И по мере дальнейшего развития капитализма, то есть первая, скажем так, тенька или фаза, этап развития капитализма, напоминает капитализм, свободный конкуренцию, так называется. Затем переход на стадию капиталистического капитализма. Затем следующая ступенька – это государственно-монополистический стилизм. То есть когда уже от стихийного регулирования осуществляется переход не только к регулированию, скажем, экономики листами или в рамках отдельных монополий, но и государство, капиталистическое государство активно начинает регулировать все экономики. Ну вот таковы, скажем так, первые обстоятельства, которые в дальнейшие движения будут сложными. Сложно, обязательно будем на них. Вот возвращаемся к кризисам. На поверхности явлений, то есть есть в экономике, есть сущность явления, техность экономических явлений. Вот кризисы выражаются, понимаем, в затоваривании. Первоначальное, первое проявление кризиса – это затоваривание продукции. То есть когда на выпускаемую капиталистическими предприятиями продукцию нет спроса. Несколько я должен отметить и надо вспомнить, речь идет, когда мы говорим о капиталистической экономике, товарной экономике, речь идет не вообще о спросе и предложении, а только о платежеспособном спросе. Если вы хотите, вы голодны, дети есть, а рынок еще неизвестно, предъявляете вы спрос или нет. Если у вас есть в кармане деньги, тогда вы являетесь представителем способного спроса. С парсидской точки зрения, за этой поверхностью явлений, какая-то коренная причина, формируется таким образом, что посредственная причина экономических кризисов при капитализме, когда еще называются кризисами перепроизводства, включается в относительном перенакоплении капитала. Опять-таки, вот здесь все равно относительное, относительное перенакопление капитала по отношению к платежу. Но если еще глубже взглянуть, есть так называемое основное противоречие капитализма. Капитализма, я напоминаю, это противоречие общественным характером производства, частной формой присвоения. Коренная, наиболее глубинная экономическая причина – это основное противоречие. Вот по мере развития капитализма, то есть как капитализм встал на ноги, кризисы стали повторяться. Раз в 8-10 лет кризисы стали потрясать. У менялась их форма, менялись сроки наступления. Но эти кризисы были постоянные. Они могли начинаться в одних странах, в Англии, перескакивать на другие страны. Но если экономика стала капиталистической, то эти кризисы объективно присутствуют. Наиболее глубокий кризис, который потряс экономику за всю историю его развития, ну если не брать сейчас, то это так называемая Великая депрессия 1929-1933 годов. Это самый глубокий, самый сильный, самый страшный экономический кризис, который поразил падение производства, доходило до 50%. То есть представляете, вот огромная экономика, половина предприятий, фактически половина предприятий была закрыта. Соответственно, такое же количество рабочих было выкинуто в воротах фабрики. С другой стороны, вот опять-таки повторяю, просто был, люди не имели работы, не получали зарплату, голодные, умирали. С другой стороны, платежеспособный спрос не позволял покупать товары. И были зафиксированы случаи, когда уничтожались огромные запасы товаров, прежде всего продуктов, питания. Повьер уничтожалось, молоко выливалось. Вот капиталистское государство беспокоено такой ситуацией развития, затронутый штой капитализма. Конечно, задавалось вопросом, что нужно сделать, чтобы как-то по возможности избегать этих кризисов. В те годы активно трудился, работал известный экономист Джон Мейнард Кейнс. Джон Кейнс. В основной своей работе, общая теория процента, занятости и денег, он изложил, опублировал основные постулаты государственного регулирования экономики. То есть, если до него господствовали так называемые либеральные концепции, вот я использую, то есть те, суть этих концепций, экономических, прежде всего, получается в том, что не надо вмешиваться в капиталистическую экономику. Вообще, в рыночную экономику вмешиваться нельзя. Чем больше государство вмешивается, или кто-либо, тем хуже. Она сама все поставит на свои места. Это оно, это так, но это приводит к колоссальному разрушению производительных сил, ровным социальным конфликтам. Кейнс же это все посмотрел иначе. Он признал, что да, в поле капиталистической экономики внутренне присущие экономические экономики, неизбежно сидят в природе капиталистического товарного производства. Их искоренить. Но, с другой стороны, можно предпринять меры регулирования экономики, которые эти самые кризисы несколько осводом сформулировал. Я вкратце, скажем, наиболее общим подсказываю. Ну, понятно, возвращаясь опять-таки к поверхности экономики, что нужно привести, основная задача это соответствие спроса и предложений. Во время кризиса спрос падает. Первая основная задача государственного регулирования в рамках капиталистической экономики, стимулирования платежей. В этом плане, в этом плане, Пейнс писал, говорил, все методы хороши. Даже, вроде бы, на первый взгляд, совершенно бесполезные. Как, например, взять безработных, заставить их копать яму, экономику. Взять другую часть безработных, дать им лопаты и заставить эту яму закапывать. Тут же, тут же. С другой стороны, с другой стороны, что получается? Эти рабочие делают совершенно, вроде бы, на первый взгляд, бесполезную работу. Получается, так сказать, заработную плату. С этими деньгами идут на рынок. Отделяют платежеспособный спрос на товары. Там стимулируют развитие производства. Вроде оно начинает. С другой стороны, тоже небольшое отступление, ведь спрос есть потребительский, а есть производительный. Не только вот рабочие потребляют какие-то продукты. Капиталисты также, для того, чтобы развивать производство, в обновлении техники. Вот это называется производительным спросом. Чтобы обеспечить рабочих лопатами или экскаваторами, это тоже производительный спрос. Государство выделяет деньги специалистам, и они дают свой производительный спрос. Второе. Государство должно делать государственный заказ. О чем мы говорили. Период кризиса, особенно террористического государства, это для того, чтобы поддержать, уменьшить, скажем, влияние, негативное влияние кризиса, через систему государственных заказ. Как-то пытаться поднять. Третье. Это регулирование всякими, государственное регулирование выхода из кризиса всяческими финансовыми инструментами. Прежде всего, основной инструмент это так называемая счетная ставка центрального банка. По-простому говоря, та ставка, по которой, скажем, центральный банк предоставляет займы террористическим банкам. И здесь очень простая. Когда экономика развивается, государство видит, что слишком быстрый рост. Как развивается и может только в принципе развиваться капиталистическая экономика. То есть капиталисты, предприниматели обращаются в коммерческие банки за кредитами. Берут кредит. На этот кредит приобретают средства производства, рабочую силу и организуют производство. Так вот, в период экономического подъема, в период экономического подъема, ставку по кредиту надо повышать. Тем самым ограничивать спрос действующих, функционирующих капиталистов на кредиты. Тем самым как бы сдерживать развитие производства. В период же кризиса наоборот надо всяческой ставку понижать. Речь идет об учетной ставке, то есть там механизм достаточно сложный, ступенчатый. Коммерческим банкам здесь не приказать ставку держать, но они ориентируются на ситуацию на рынке и на так называемую учетную ставку центрального банка, по которой он может кредитовать непосредственно коммерческий банк. Вот во время скажем последнего кризиса учетная ставка в развитых странах доходила до нуля. Ситуация несколько. Следующий метод, о котором как-то вот эти все три метода они во всех учебниках очень хорошо разобраны. Если взять какой-нибудь любой учебник экономической истории экономикс, вот эти методы очень подробно разобраны, расписаны прямо с трафиками, с таблицами, все разъяснено. Есть еще один метод, который подсказал Джон Кейнс, как можно выйти из кризиса, который всячески и всеми государствами практически использовался, особенно у нас, ну вот он как-то не фишируется. Метод инфляции. Инфляция – это падение покупательной способности денежной единицы. Поражается она в росте цен. Если государство поднимает цены, то здесь происходит в росте цен на товары означает повышение стоимости рабочих сил, ну зарплата фиксирована, как правило, в росте реального уровня заработной платы рабочих. То есть по сути дела вот таким, я бы сказал в кавычках изящным способом, изящным способом, тяготы кризиса буржуазной экономики переносится плечи специалистов на плечи рабочего класса. И вот кого здесь обвинить, когда инфляция применяется. Вот, скажем, ходят рабочие, директору, рабочие, группа рабочих, профсоюз, цены растут, надо что-то делать, а тот прожимает плечами. А я-то при чем? Я-то тоже за то, чтобы инфляции не было. Вроде как объективные процессы, никто ни за что не отвечает, никто здесь. Давайте вот теперь рассмотрим метно на примере кризиса, который начался два года назад, первого экономического кризиса, который он затронул Россию. Таким образом использовались методы государственного антикризисного регулирования. На примере западных стран России, еще одной страны Российской народной республики, очень показательно, интересно сравнение. Вот ведущие западные страны, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия. Но не знаю, чем объяснить. То ли там плечами опыт многочисленных экономических кризисов, и они это не забыли, и хорошо помнят, то ли у них опыт уже накопился, то ли это есть государственного регулирования, то ли они все-таки не хотят дело доводить до значительных социальных конфликтов внутри страны, то ли еще по какой причине. Там были меры приняты, решенные, достаточно скорые. Самые решительные меры это национализация тех предприятий, которые являются ведущими, основными для этих экономик, и, скажем, банкротство которых могло бы привлечь к более худшим последствиям. На примерах в Британии один стран, являющийся плотом капитализма, были национализированы два крупнейших банка, Соединенные Штаты Америки. второе предоставление различных сразу массированных выброс дотаций, займов, кредитов, которые стали испытывать представления или, скажем, государственных заказов. Вот на примере Америки. Конечно, крупнейшая мировая капиталистическая держава, оплот, скажем, цитадель мирового империализма, но с другой стороны в области экономики эти все разговоры, которые у нас в аферальной экономике, они в периоды сложностей, трудностей, кризисов, они просто выкидываются, просто выкидываются сам, конечно, среди пушки, после чистой прагматизации. Вот недавно, года три назад ознакомился с очень капитальным трудом ученых института США и Канады, Российской Академии Наук, который для меня был в известной степени откровением. Смотря на то, что я закончил канадет, Ленинградский университет, диссертацию защитил, вроде как пламированный специалист, вот оказалось, не все я знал. То ли не все опубликовали, то ли еще чего. Во всяком случае, вот сейчас, когда вроде бы казалось, «Свобода слова», вот они колоссальный труд сделали, порядка 800 страниц. Так вот, что получается? На слуху, спросите любого из вас, безусловно, мы читаем газеты, смотрим различные программы экономические, общаемся в дискуссиях. Да, в нашем представлении такая экономика как Соединенные Штаты основного? Это вот логовая система, банковская система, бюджет страны. Такого, оказывается, нет. Один из основных столпов американской экономики это госплан. Для меня это было откровением. Правда, он называется там по-другому. Называется федеральная контрактная система. Здесь действительно четыре столпа, на которых держится государственное регулирование американской экономики. Это бюджет государственный, государство является крупнейшим собственником, это понятно. Огромные ресурсы. Второе, это налоговая система, конечно, банковская система, безусловно. Вот это своеобразный госплан. Если у нас он был уничтожен, да, в ходе перестройки, да, в ходе стоит, полностью был уничтожен, то там они на протяжении многих десятилетий, прежде всего после того, как появился Советский Союз, и создавал такие колоссальные огромные темпы развития, и присматривались внимательно, и после кризиса, в большей степени после Второй мировой войны, стали создавать нечто подобие госплана. Тех рамках, в которых позволяет это делать капиталистический строй. То есть, понятное дело, нельзя в рамках любой капиталистической экономики, какой бы она ни была, планировать. Планировать можно в рамках отдельного предприятия, в рамках отдельной монополии, хотя сейчас любая крупнейшая американская монополия, да любая мировая, она по размерам, по мощи, наверное, с отраслью. так вот, эта система, по разным оценкам, это от четверти до трети те выпускаемые продукции проходят через эту федеральную контрактную систему, через систему государственных заказов. Третья американская экономика, по сути дела, планируема. Есть соответствующий аппарат, пускай он будет административный, его можно назвать бюрократическим, но без аппарата, без чиновников, которые будут организовать эти государственные заказы, контролировать их исполнение делать нельзя. В рамках вот этого планирования контрактной системы вся американская территория разбита на несколько кругов. Тут представительство, общее количество основников, которые работают в рамках крупнейших предприятиях, вот как у нас были военспецы, их называли военпреды, военпреды на военных предприятиях. Так вот, если, значит, какому-то предприятию, частному, неважно какому, дан крупный государственный заказ, в рамках этой контрактной системы, то, пожалуйста, там есть представитель, который контролирует, регулирует, исполнение. Несмотря ни на какие события, несмотря на то, что там меняется власть, приходят одни президенты, ходят другие, столб, один из столпов американской экономической системы, развивается. Так, во все использовалось в течение ставки центральным банком. В банке, я это говорил, повторю, она опускалась практически до нуля процентов. это означает, что сонирующие капиталисты могли брать кредиты практически бесплатно деньги. Пожалуйста, буржуазное государство говорило, вот вам деньги, берите, вкладывайте производство, развивайте, надо выходить из кредитов. Ну вот, у нас в России, помните, ставка резко поднималась, затем, вот, когда кредит центральный банк стал не рвать, только с 26 марта до 8,25, выше 10. Это та учетная ставка, так условно, в известной степени, по которой коммерческие банки могут у нас брать кредиты в центральном банке. Плюс они должны накинуть маржу и на прибыль, на покрытие расходов исполняется. Даже сейчас коммерческая ставка будет далеко, наверное, где-то. Дальше, дальше, значит, смотря на вот эти коры о том, что государство не должно вмешиваться в экономику, в одночасье, как-то вот в короткий период времени, западными странами были предприняты меры чисто административные, вытекающие непосредственно из закона стоимости основного закона капитализма, капиталистической экономики. Это такая мера, как государственное гарантирование вкладов населения. В общем, все развивалось, вот вы знаете, как вот нарастающие, по нарастающей волне. Сначала американский президент объявил об увеличении суммы вкладов, которые гарантируются государству. В общем, тогда еще Гордон Браун, премьер-министр Англии, также повысил планку. После этого последовало сообщение, что ирландское правительство объявило о том, что в пяти крупнейших банках Ирландии все вклады гарантируются. Ну, последнее заявление было канцлера Германии Ангела Меркель. Варили, она, как раз, своим заявлением забила гвоздь последних гвоздей в этой идее фиберальной. Она объявила о том, что в Западной Германии, в Германии теперь, все вклады во все банки. Мера, ну, никакая, никак не вытекающая из экономики. Это чисто. Ну, и, наконец, тоже важный момент по тому, как, какие методы использовались по государственному регулированию экономики западными странами. Вот инфляция там была на минимальном уровне. Видимо, в кулуарах сидели, обсуждали, решили, так, кризис приятный, и чтобы не вызывать социальных конфликтов пользовался. Потому что в разгар кризиса темп инфляции был рядом до 2-3% в наиболее развитых странах. Что касается России, то здесь все как-то было противополовинчато. С одной стороны, с одной стороны, центральный банк предпринял ряд мер, которые позволили сохранить в целом банковскую систему. По моим сведениям, порядка 20-25 банков оказались банкротами через систему страхования вкладов, которая у нас существует, поддержана государством. То есть, центральный банк это государственный орган. Государство не дало упасть этим банкам. Вклады вкладчиков этих банков были компенсированы. Например, сегодня 100 тысяч рублей. Вклада, которая гарантируется государству. В Камерском банке, являющемся участником системы страхования. Вот эта сумма была увеличена. Также государство осуществило, вроде бы как, массовые вливания резервных фондов в экономику. Грубо говоря, половинка ушла крупнейшим банкам, половинка ушла. Что получилось? Что сделали банки, российские банки, которые получили революцию? То есть, не направили на кредитование и поддержку отечественной промышленности революцию. И это признавали даже руководители государства. Вот это отдельный вопрос. То же самое, что касается внешних монополий наших. Эти деньги были направлены на гашение кредитов, которые были взяты на Западе. На Западе. То есть, тем самым, эти деньги были направлены на поддержание западных стран. А чем это объяснить? А я объясняю это прежде всего тем, тем, что руководцы страны сильны влияния, и они остались, и лица остались, и их идеи остались, вот этих либеральных концепций. Давайте разделять. Значит, люди, которые за это стоят и будут до конца насмерть стоять за эти идеи. Они действуют своих интересов, их действуют сознательно. И они не считают, что наступают на грабли, потому что их задачи такие. А вот руководцы страны, которые вроде как и делают вид, и показывают, что там нужно было вот слушать и одних, и других. А миры получается половинчатые. Ну и наконец, что касается китайской народной республики. Ну, в экономическом плане Китай представляет из себя многоукладную экономику. Это все мы хорошо знаем. Сейчас в качестве экономики Китай это социалистическая страна. Там есть социалистический уклад, есть частный капиталистический уклад, есть государственный капитализм, есть мелкотоварная производство. Вот они, значит, вы знаете, что Китай накопил наибольшие резервы всех стран, сейчас там более двух триллионов долларов. Что они сделали? Как только почувствовал, китайское руководство почувствовал первые симптомы экономического кризиса, а понятное дело, что если экономика капиталистическая, то и методы надо, конечно, применять капиталистические рулированные. Если многоукладные, то в рамках, скажем, того же капиталистичного, или экономика, которая активно является составной частью мировой экономики, а мировая экономика капиталистическая, надо и эти методы используют. Что они сделали? Возвращаясь к теории, спрос стал падать. Надо поднять платежеспособность спрос, за счет чего поддержать всю экономику китайскую. Уходит что так. Что они сделали? Они каждому гражданину дали 200 юаней. 200 юаней это 35 долларов. А у них граждан 1 миллиард 300 миллионов человек. Колоссальную сумму выделить. На эти деньги в Китае смогут питаться как минимум. Куда эти деньги понесло население? На рынок. Купило товары, которые выпускают китайские предприятия. Тем самым экономика была поддержана. Вторая мера. Они организовали в рамках государственного заказа, плана, вот эти так называемые общественные работы. Но не бесцельные, не бесцельные. Цельные. Можно так сравнить. То есть была мгновенно разработана программа строительства автомобильных и железных дорог. И на это выделили 200 миллиардов долларов. 200 миллиардов долларов, вот суммы колоссальные, которые в голове тяжело укладываться, это половина всех резервов, половина всех резервов, которые накопила Россия. И которые ушли в разные стороны, как песок. На уменьшение налогов предприятиям выделили еще 100 миллиардов долларов. Ну, понятное дело, если уменьшаются налоги, то предприятия получают оборотные средства, на которые могут они покупать. Плачут заработную плату рабочим. И 100 миллиардов юаней досталось китайским ученым на разработке инновационных технологий. То есть в самом начале кризиса китайское правительство выделило на, скажем, борьбу, так скажем, в кавычках, с кризисом 600 миллиардов долларов. Колоссальная сумма. А у нас резервы были порядка 400 миллиардов, скажем, по России. Вот. При этом, при этом, при этом, вот один из так называемых аргументов сторонников свободного рынка у нас в стране, да, не убиралов, начиная с китайского сейчас скрытыми союзниками. И мы, мол, мы не будем выделять так. Это боязнь инфляции. Выкинь сейчас на рынок колоссальные деньги, да, тут скочат цены. Так вот, Китай ввалил сразу в экономику 600 миллиардов долларов. Инфляция, инфляция во время кризиса составила 0 процентов. 0 процентов в Китае. Так как у нас по итогам прошлого года около 9 процентов. Вроде не вливали, а инфляцию сделали. То есть у нас, значит, вышли за счет инфляции частично. Китай? Нет. Так, ну это, скажем, для сравнения. И теперь переходим к тому вопросу вообще, какую позицию занимать, когда вот наступил Криере, делают попытки принятия мер регулирования экономики. Более, что на одном из занятий у нас ОР, в том числе и по этому вопросу, где позиция. Первая позиция, я бы сформулировал вот так. Она сильна среди наших товарищей, среди наших ратников. Она сводится к тому, что чем глубже будет кризис у нас в стране, тем больше будет разваливаться производство, тем ближе мы будем к революции. Мол, вот выкинут за ворота фабрики, мобилизуются и пойдут против власти. Вот есть вторая позиция. Я рассуждаю таким образом. Единственное, вспомним опять-таки, то, что оно одно из основных ключевых положений. Единственное, материальной силой пособие. Поэтому первый простой вывод. Для того, чтобы делать эту революцию и ставить задачу, самый рабочий класс должен быть у нас, как мир. Рабочий класс был, должен быть, как писал Ленин, не просто предприятие, как часто, давайте, мелкий бизнес, крупное промышленное производство, сосредоточенное в городах. Я приводил вам статистику по численности рабочего класса. С 90-го года у нас происходило резкое сокращение почти в два раза. Но это следствие того, что у нас уничтожалось. И во время кризиса еще больше. Субъекты революционного деяния рабочего движения с научным социализмом. Нет рабочего движения, нет рабочих. О каком социализме можно говорить? Поэтому, как бы объективно, ведь капитализм – это своеобразная форма развития производительных сил. Не развитие, а развитие. Хотя, как понятно, мы должны различать позитивные и негативные тенденции. Поэтому с точки зрения перспективной строительства новых заводов, увеличение рабочего класса, причем не на крупных производствах, на крупных производствах, объективно. В рамках этого движения, мы должны еще ставить свои задачи. Вот о чем мы говорили и стараться. Первое. Выдвинули лозунг «Уровни заработной платы стоимости второго входа». Это поддержка мер роста производителя, который… Так, все у меня. Я не говорю, что это потому, что не состоит в теме этого занятия. Тема занятия у нас – методы государственного регулирования капиталистической экономики. А вы вопрос поставили. Речь идет о том, как, скажем, в рамках социализма, как первая фраза, в рамках социалистической экономики, в высшей фазе. Вопрос к кризису. Как вы считаете, вот этот кризис, который в данный момент, не будем мир затрагивать, который идет по России, к чему он приведет? Вы немножко затронули, там вот чуть-чуть, до революции не приведет. Как вы считаете, кризис всех производствах это приятно? Не хочу быть гадалкой и не собираюсь быть. Значит, в соответствии с теорией марксистской, капитали Маркса. Кризис является, значит, капиталистическая экономика развивается циклами, или фазой. После кризиса идет, кризис идет, что? Депрессия. Вот здесь мы можем даже, можно даже здесь сравнить с болезнью. Вот кризис наступил, врачи вздохнули, слава Богу, человек не помер. Но после этого идет депрессия, то есть болезнь уже не развивается, но и не поднимается. И он достаточно длительный. Кризис он резкий такой, достаточно резкий, быстрый. А депрессия она очень длительная. После депрессии человек начинает оживать только. Идет небольшой подъем. Это может годами идти. И после этого опять резкий подъем. Который что наступит? Кризис. Очередной кризис. Поэтому, значит, у нас сейчас фаза депрессии, которая перейдет в фазу оживления, затем экономика. Нет. Это несколько другие вопросы. Но непосредственно не связаны, конечно, с революционной ситуацией. Вы говорите по конвенциям. В 2017-м новом годы. Дмитрий Иванович, вот у меня два вопроса. Во-первых, вы правильно поняли, что Россия – это единственная страна, где Центробанку законодательно запрещено финансировать предприятие напрямую по своей учетной ставке? Или это общая мировая практика? Мировая практика. То есть в данном случае российское правительство скопировало. А в чем здесь идея? Почему не может Центробанк непосредственно по своей низкой ставке? В чем надо, обязательно, кормить? В чем идея? Кормить множество коммерческих банков. А я думаю, это вот последствия господства вот этих неолиберальных людей, рынка свободных конкурентов. Государство не должно вмешиваться, мол, в экономику. А Центробанк – это фактически государственный орган. Поэтому вот выдумали схему опосредованную. Центробанк кредитует коммерческие банки, а те уже напрямую работают. А вот если, скажем, я директор крупного предприятия РМЗ, под какую ставку я смогу реально взять за пять лет, скажем. Если вы, так называемый, первоклассный заемщик, то тренадцати есть. А вот вы можете эндороградить, нет? Парах процентов. А вот уровень рентабельности, какой сейчас вы видите? По статистике вообще считается нормальным 15 процентов уровень рентабельности. Считается, что здесь еле-еле я сведу концы с концами при такой вот учетной ставке. Я думаю, промышленное предприятие, да, еле-еле. Торговля, конечно, с большим оборотом оно... Вот я даю комментарий, значит, в девяносто третьем году, если вы помните, когда была галлопирующая инфляция, Вербанк, я тогда там работал, давал предпринимателей, капиталистов. Вот двести сорок процентов годовых. Я вот лично одного спрашивал, просто удивился, берешь-то? Он говорит, так это мне это в радость. Цены так растут, что я накрутки делаю за счет оборотов. Просто мне говорит, без разницы, двести сорок, а сколько? Еще один вопрос. Вот мне говорили в начале лекции, что вот регулятор спроса и предложения, да, закон стоимости, то вот если спрос падает на какие-то товары, то цены на них падают. Если спрос растет, то цены растут. Вот так сказать. Вот это вот существенно. Согласен, не обязательно. Есть какие-то продвижения сейчас в отношении насферной экономики в нашей стране? Скажите, пожалуйста, кто является руководителем этой корпорации государства? Назовите фамилию. Наши. Нано, это технологии. Насферная цивилизация. Насфера. 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 Как об альтернативе коммунистического общества. Насферная цивилизация. Тогда я думал, да, наносфер. Вне рамок. Нет, да, это согласен. Вне рамок. Вне описывается линейный уровень. Да. Это отдельно. Но это выше нашего понимания. Так, ну что мы... Если можно еще раз. Вот вы сказали, 30% проходит через федеральную контрактную систему. Значит, вот я зачитаю, здесь цифры понятные. Они в зависимости с чем равнивать. Вот они пишут самые крупные цифры. Государственной контрактной системой охвачено 90% и ставят восклицательный знак номенклатуры товаров и услуг национальной экономики. Я даже не поверил этой цифре. Это слишком много. А в другом месте... А в другом месте, вот на данное по деньгам. Вот государственные заказы ежегодно достигают 1,1,1 триллиона долларов или 20% совокупного паркфеля заказов промышленности. То есть, пятая часть заказов промышленности проходит через федеральную контрактную систему. Вот эта цифра. Значит, в другом месте... Сейчас, сейчас еще. Здесь... Саша, вот еще в одном месте они дают другую цифру. Саша. Значит, это по НИОКРУ. Четыре пятых всех расходов федерального бюджета Америки на научные исследования и опытно-конструкторские переработки идут через это. То есть, если в промышленности заказы на изготовление товаров 20%, то по науке, по передовым, которые перспективны, за счет которых был жильем 4,5 – 85%. 4,5 – 80%. Так, ну, пожалуйста, тогда выступление. Давайте я выставлю. Давай идите. Ну, во-первых, надо поугарить Виктор Иванович за очень интересное выступление. Очень много и емкого, и научного он нам преподал. Что касается... Вот мы говорим двухуровневая система банков, и Виктор Иванович об этом говорил. И вот Иван Михайлович спросил, есть ли вообще напрямую, чтобы сразу же поставки или финансирование с центра банка шло кредитование. У нас вот самый главный документ – это концепция социально-экономического развития страны. А вот в Китае есть программа типа социально-экономического развития страны. Вот под конкретную государственную программу у нас же есть, допустим, какие-то инвестиционные крупные проекты, и требуют иностранные партнеры государственных гарантий. То есть, в случае провала государство гарантирует. Так вот, в Китае есть подгосударственную программу сразу же напрямую и идет финансирование без всяких коммерческих банков. А так, Виктор Иванович, спасибо большое. Ну, тогда вот уточнение. Понятное дело, Китай, еще раз говорю, это страна переходный. Есть и социалистический уклад, и капиталистический. А вот у нас в СССР, как выдавались, как строились новые предприятия? Вот в рамках капиталистической экономики, ну, только кредит. Только кредит. Причем вот таким методом через Центральный банк, Амельскому банку, тот сливки снимет и так дальше. У нас была система государственных капитальных вложений. Не было кредитов. Были деньги невозвратные. Но для того, чтобы это делать, должна быть социалистическая экономика. Значит, я тоже хотел бы начать с того, что, Виктор Иванович, поблагодарить и даже попросить вот тот раздел, который, значит, о примерах, как бы сказать, государственного или положительного подхода в Штатах, в Китае и прочее, есть большой смысл в виде статьи. Извести, чтобы еще и еще раз показывать. Потому что, с одной стороны, мы много раз слышим о таких вещах, а вот так вот конкретно, чтобы это в понятном виде было изложено, этого редко где встретишь. Второе. Значит, поскольку у нас, насколько я помню, по этой теме есть брошюра, которые написали этого нашего друга, товарища Казенов с Поповым, по этому пути, методам управления или чего-то. Есть просьба им передать. Значит, я забыл, честно говоря, что это. Значит, что с одной стороны хорошее и полезное, а с другой стороны есть большая путаница в терминах. Уравление, регулирование, планирование и пошло. Я почему говорю? Я по специальности специалистом по системам управления полетами. Потом заканчивал курс управления производством и организацией в инженерно-экономическом месте. Вообще-то, как бы, общепринято, что функция управления, она более широкая, чем регулирование. Она в себя включает прогнозирование, планирование, организацию исполнения, собственно, регулирование, обратную связь, ну и так далее. Вот. А здесь вот и они излагают, и Виктор Иванович преподнял, что, вроде как, значит, регулирование шире, чем управление. Кажется, не совсем правильно заходит. Ну, не в этом суть, что ли, процесса. Интереснее, мне кажется, другое. Вот применительно, значит, к нашей жизни, поскольку мы то и дело примеримся. Вот как там в штатах, как и в России. Что там в Китае, а что тут в России? И что здесь, да? И очень важно, мне кажется, акцентировать в данном случае внимание на то, что в основе методов лежит вообще то, что называется целеполагание. Вот что является целью этой самой системы, этого, так сказать, управления в настоящий момент. И здесь бы, значит, применительно к России, очень, мне кажется, важно отметить, что не просто либералы какие-то там вот виноваты. Вот сильны либеральные тенденции. Отсюда, вроде как, у некоторых вывод, что, а это такая нехорошая школа экономическая, вот эти либералы, которые допускают полную свободу никакого не регулирования, так сказать, свобода купли-продажи рубля-доллара, и отсюда вроде все беды, так сказать, исходят. И вроде Чубайс главный либерал. Да хреновина это все, какой там Чубайс либерал? Да он, так сказать, по сравнению с нами, с вами такой управленец и такой диктатор, что, так сказать, мама не горюк. Недавно он написал, так сказать, эмликовали все, что всю приватизацию, которую проводили методами административными, насильственными, никаких там задач не было какой-то эффективного собственника или свободы торговли. Любой ценой задешево отдать. Даром, черт с ним. Главное создать слой, чтобы была необратимость системы, так сказать, установления новой политико-экономической формации. Вот в чем соль. И сегодня, когда мы тоже оцениваем действия сегодняшнего правительства, власти, режима, президента, опять, не потому что там сильные какие-то либеральные тенденции, и не потому что там малограмотные ребята сидят, не потому что там что-то не... Надежда Гравли говорит, что мы в третий раз будем с собой, да хоть сколько. У них другое целеполагание. Потому что в данном случае формула пересмотра приватизации не будет, вот это железное, так сказать, что скрепляет их всех. Догма. И на этом они... Это не догма, это абсолютно правильное действие в их системе. Они для сохранения своего положения за это держатся и правильно держатся. Они всех душат на этом деле и стоят на этом самом. Именно поэтому и все дела с учетными ставками. Именно поэтому, сколько бы ни толдычили, 13% подоходного налога и все. И дальше не берутся. А налоги с ценных бумаг еще меньше, там 9% сегодняшнего. Именно поэтому следующий круг приватизации запускают. Именно поэтому стабилизационный фонд на Западе хранят. Именно поэтому подушка безопасности сегодня их якобы спасает. Это их заслуги. На самом деле ерунда, если бы она раньше была использована, может быть и кризиса такого бы не было. Но если бы она в реальную экономику зашла. То есть вот надо акцентировать внимание и понимать, что и нам в агитации использовать, что прежде всего процесс цели полагания и управления. А в управлении, которое отсюда идет, все методы используют связки. Нельзя тут разделять отдельно. Вот экономические, а вот правовые, юридические, а вот административные. Все в куче, и все для одной цели бьется. Когда надо, а не он административные методы. Вышел из строя Ходорковский. Твой встань, туда пойдешь. Налоги насчитали, и суды запустили, и идеологическую, так сказать, подоплеку при стимулике этого дела и так далее и тому подобное. Вот это, значит, и сложно в России вот этой классификацией в том числе заниматься. Потому что ведь у нас кризис, он идет с 90-го года. Это во всем мире в 2008-м петух жареный пыл. А у нас падение вон, оно как с 90-го пошло и доходило до 50-ти процентов. Просто, во всяком случае, промышленного производства. И вот, в заключение, я думаю, что надо будет обратить внимание и его, наверное, какой-то лекции коснуться. Вот правильно, Виктор Иванович, затронул мысль. Что же, это же не наша формула, чем хуже, тем лучше, да? Вроде, в той стороны, а чем мы отличаемся от тех же Капарековцев, которые говорят, то у нас антикризисная программа. Вроде мы там говорим, там наши пункты, смотри, сплошь и рядом. Национализация, мы за? За, так сказать, пункты. Значит, государственная лапа на банковском деле, мы за? Прогрессивный налог, мы за? За поддержку отечественной промышленности, прежде всего высокой технологии. В чем мы отличаемся-то, где? И вообще, под лозунгом сохранения рабочего класса, за что мы с вами выступаем? Ведь действуют и все сейчас предприниматели. Они говорят, слушай, ну кризис надо потерпеть, поэтому зарплату мы снижаем. Вы же не хотите, чтобы мы увольняли вот этих самых? А дотерпим, чтобы надо сохранить коллектив, сохранить кадры. Кризис, поэтому ну что делать? Снижаем зарплату, переходим на неполный рабочий день, на неполную неделю идем. Пошло, поехало. Все тоже под лозунгами. Значит, сохранение промышленности, сохранение рабочего класса, сохранение. Вот в чем вот наша разница с ними? Это вопрос, конечно, интересный, очень тонкий. Мы должны здесь вот иметь свои аргументы, чтобы объяснять. Тем более, мне кажется, ярко это дело проявилось в 1998 году, когда был так называемый дефолт, когда так называемая парламентская оппозиция поддержала правительство так называемого народного доверия во главе с Примаковым и даже направила туда своих представителей, недостойных людей по своему. После Бога Юрий Дмитриевич там. Значит, спрашивается, вот до сих пор, значит, Зюганов в своих речах и везде преподносит, что это правительство народного доверия спасло Россию. Россия подошла к пропасти, ножки светило. Все, до смерти оставался тут один шаг. И на тебя вытащили, спасли. А с точки зрения вот объективного наблюдения, что мы помним с вами? Взяли рубль, обесценили. Четыре раза сразу. Помните? Этими обесцененными рублями, с одной стороны, заткнули долги по заработной плате, многомиллиардные, которые были, так сказать. И сразу все сбережения, которые там у простых, непородистых и прочее были, они еще раз сгорели. Это было второе по масштабам после, там, девяносто первого года ограбления народа так-то. Сбили волну выступлений, а тогда были рейсы, воины, помните? И маленько стимулировали отечественную промышленность за счет девальвации рубля. А тогда она пошла, так сказать, подъемы и прочее. И вот перед нами вопросы, задачи. И где роль, так сказать, оппозиции, ну, в широком смысле? Мы и КПРФ и прочее. До каких, так сказать, моментах и в каких действиях мы должны были говорить, да, надо поддержать, там, отечественного производителя эти действия? И где мы должны были, наоборот, работать не на сглаживание, а на обострение борьбы и обострение, так сказать, ситуации? Это сложный, конечно, вопрос. Но где-то мы вот такой ответ должны иметь, что наша задача, будет ли революционная ситуация или нет, мы не можем заранее предугадать ничего. Просто волну гнать, что давай на обострение, там, а летишь, и революционная ситуация созреет, тоже так нельзя. Но вот иметь общую установку, что мы должны рабочий класс вывести из кризиса более сплоченным и более сильным, чем до него, вот это надо смотреть. И с этим, конечно, нельзя дать возможности переложить все тяготы этого кризиса на плечи трудящихся. Здесь вот возникает весь тот веер задач борьбы за еще не приближение зарплаты к этому самому, а не допущение уменьшения реального содержания заработной платы, да, хотя бы вот этот первый пункт. В течение этого колдоговора о сохранении рабочих мест и пошло-поехало, находясь в оппозиции. Дело так, спасибо, конечно. И статью вы просто не доказали, это самое, Виктор Иванович. Я с удовольствием послушал, значит, вот Виктор Иванович в коротком выступлении, очень коротком сегодня, поставил столько задач перед нами, здесь намного семья. И они острые, послушные действительно дискуссионные требуют обсудения. Постараемся учесть их на следующий семестр. Следующее занятие у нас по плану Александр Сергеевич Казюнов. Ступает, я прочитаю. Государственная экономическая политика, экономическая политика рабочего класса. Вот как бы у нас запланировано продолжение сегодняшней темы. Субтитры создавал DimaTorzok